привет друзья сегодня по вашим просьбам сделаем простой воблер на окуне и персонально для подписчика тимохи тимоха привет сейчас все покажу и расскажу и ну и в конце конечно же расскажу как на него рыбачить тимоха меня прямо-таки напрек говорит месяц назад еще обещал и нифига не делаешь счастье мог все тебе покажу и расскажу персонально для тебя воблер в общем-то простой но есть некоторые моменты которые нужно сделать очень точно именно в той последовательности в которой я буду показывать иначе зря потратите время приманка работать не будет итак начнем нам понадобится брусочек 20 на 22 сантиметра на два сантиметра древесина здесь подойдет кедр сосна слишком тяжелые брать не нужно типа бука а вот я делаю из такие воблеры сосны из кедра сначала мы должны задать длину и угол для лопатки это в первую очередь кстати говоря это не мое изобретение это самые первые рапала были сделаны именно вот таким способом в свое время я их тоже кучу передел надел кучу ошибок пока не нашел вот оптимальный вариант и так общая длина 6 сантиметров отмеряем прямо на бруске и задаем угол в большей степени игра воблера и зависит от этого угла на таких приманках он будет от 30 до 45 градусов если угол допустим 45 градусов он будет заглубляться медленно игра его будет агрессивнее если угол увеличиваем вернее уменьшаем но минимальный угол 30 градусов если мы его поставим игра у него будет не такая активная но заглубляться будет на большую глубину и так ставим я возьму усредненное как бы за значение почему объясню тоже кожи я возьму 35 градусов зачем потом скажу сразу я выбрал 35 градусов из-за того что я пластину хочу сделать из дюрали что потом можно было в процессе ловли регулировать этот угол путем подгибания этой пластинки в большую или меньшую сторону если маленькая глубина я выставили угол больше если нужно мне будет заглубить его я просто пластинку подогну немного ну разогнули вот и все что и вам рекомендую в общем берем угол вот этот вот этот угол у нас получается 35 градусов все уберем и обрезаем обрезать лучше ножовкой по металлу дает более тонкий точный рез теперь нам нужно просверлить отверстие отверстие должно быть немножко по диагонали но оно должно быть точно посередине здесь это еще один очень важный момент поэтому не поленитесь разметить от этого зависит будет ли работать ваш воблер или нет видите в первую очередь я наметил середину объясню почему потому что вот эта плоскость должна быть абсолютно перпендикулярно осевой линии это очень важно и так наметили серединку отступаем от верхнего края 7 миллиметров 7 миллиметров и на остром конце тоже отметить отмеряем 7 миллиметров так все намечаем отверстие 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 можно даже провести линию для ориентира чтобы не перепутать вот у нас здесь было 7 миллиметров и здесь 7 миллиметров провести какую-то осевую линию для того чтобы при сверлении можно было просто легче ориентироваться и дальше чтобы у нас эти чтоб отверстие точно у нас совпало с намеченными нужно до половины просверлить с одной стороны и до половины со второй потому что ну невозможно очень точно попасть а посередине они где-то встретятся и соединяться и так сверлим ориентируясь по вот этой линии не забываем и про вертикальную где-то примерно правильно лучше несколько раз проверить вот где-то до середины просверлили теперь со второй стороны точно так же вот видите у меня получилось что они совпали получилось очень точно так все готово повторю еще раз потому что это в общем то очень важно во первых плоскость вот это относительно отверстие сейчас сверло вставлю плоскость это относительно отверстия смотрите вот она должна быть абсолютно перпендикулярно видите вот плоскость если у вас на этом этапе будет ошибка вот эта плоскость будет гулять куда-то все можете выкидывать и делать заново потому что от этого сто процентов зависит будет играть приманка или нет даже можно угольничком проверить эту плоскость вставить так сверло и угольничком проверить вот видите все абсолютно точно перпендикулярно вот эта плоскость и направление отверстия ну и соответственно оно должно быть абсолютно посередине вот это две самые важные операции точные которые на которые нужно обратить внимание все остальное это уже дело вашего творчества и фантазии воблер в общем-то очень короткий поэтому чтобы сохранить вес тела воблера должно быть бочкообразное мы не будем делать какие-то дополнительные дополнительные огрузки потому как за счет веса самой проволочки и веса лопатки он будет сориентирован так как нам нужно горизонтально но но чтобы сохранить вес тело будет бочкообразное примерно и будет иметь вот такую вот форму здесь ошибки допускаются можно без всяких изгибов делать просто прямо можно сделать какие-то радиуса от этого игра воблера не зависит абсолютно дело просто тут все зависит от вашего от вашей фантазии от вашего творчества дальше берем нож включаем творческую жилку и вырезаем ошибки здесь сделать сделать невозможно поэтому бояться не нужно все зависит от вашей фантазии дальше берем наждачку и выравниваем все грани тонкой шкуркой можно подполировать еще посмотрите вот что у нас получилось это кстати говоря классическая форма воблера раппала самые первые вот именно они были сделаны именно так но здесь как бы еще раз повторю что вот эта форма не критично главное чтобы была посередине вот такая бочечка тоненький хвостик и главное что мы сохранили вот эти плоскости вот одна плоскость и точно посередине у нас отверстие но с одной стороны видите получается небольшой кружочек кружочек со второй более-менее ровный эллипс вот и вся задача которая нужна от этого от этого процесса вот такой вот получился воблерочек чисто чисто окуневый теперь наша задача сделать лопатку можно сделать ее из любого пластика но я бы посоветовал вам делать ее из дюрали либо из алюминия толщиной в один миллиметр дюраль по ходу можно будет согнуть и тем самым подрегулировать вот этот самый угол и так ставим вот этой плоскостью на пластинку чтобы у нас полностью вся плоскость прилегала так все и обводим ее таким образом так теперь мы ищем середину него серединку и проводим осевую линию дальше от начала отступаем 15 миллиметров но здесь кстати длина в общем то тоже не так важно будет 15 там или 14 тоже как бы не очень важно отмечаем теперь отступаем 7 миллиметров 7 миллиметров вот видите поставил рисочку 7 миллиметров и по 7 миллиметров в каждую сторону ну по 8 пусть будет 8 8 соответственно со второй стороны 16 как раз получилось 16 соединяем все эти линии и соединяем ее с плоскостью нашего воблера посмотрите вот такая получилась лопатка напомню еще раз все это операции которые я делал прикладываем прикладываем к пластинке плоскость воблера обводим ее от начала отступаем 15 16 миллиметров ставим рисочку дальше отсюда же отступаем 7 миллиметров еще одну рисочку ставим и от нее в каждую сторону по 7 миллиметров скругляем эту плоскость просто делаем радиус и соединяем эти линии с плоскостью с плоскостью воблера все теперь осталось только вырезать и предварительно остачиваем напильник ну вот как бы лопатка в общем то готовы но потом мы еще будем ее ровнять относительно воблера но сейчас нам нужно посадить ее на клей я пользуюсь клеем вот таким он там как называется к 500 . 200 ну хороший клей или просто можно воспользоваться супер клеем которые продаются в магазинах так разметка у нас уже есть так положу на дощечку чтобы было видно проверяем соосность все прекрасно совпало дадим высохнуть какое-то время будем надеяться что клей уже высох теперь нужно просверлить отверстие вот в этой пластинке но через через заднее отверстие очень аккуратно все готово тимур смотри если есть сомнения что клей будет держать плохо можно взять вот здесь просверлить еще тоненькое отверстие одно и вернуть какой-то маленький шурупчик тогда лопатка будет гарантированно держаться очень хорошо и будет вообще не страшно даже если она будет биться по камням или еще куда то он никуда не денется никуда эта пластинка отсюда не денется в общем то получилось очень точно ну можно еще раз промерить и подкорректировать вот эту пластинку посмотрите вот что должно получиться здесь все заподлицо я обточил у меня получилось все как бы очень точно видите относительно осевой линии лепесточек ровный как вот общий вид вот такой вот так дальше нам осталось сделать ушки нам понадобится нержавеющая проволочка с одного конца мы делаем петлю ну или ушко как вам будет угодно вот такое колечко делаем с одной стороны оставляем ну не знаю сколько там миллиметров может быть десять обрезаем и вот получилась вот такая петля и отводик вот этот отводик нужно сточить на конус чтоб он был острый не буду весь процесс вам показывать думаю и так понятно как обточить взял надфиль или там напильничек и ободрал видите получился острый так поджимаем его дальше вот сюда в отверстие капаем клея этого же вставляем проволочку и фиксируем ее просто для того чтобы сюда не попадала вода и деревяшка не разбухала со второй стороны точно так же делаем колечко и фиксируем все выравниваем эти кольца относительно друг друга и точно так же закрепляем клеем и так следующий этап по краскам ну соответственно какие части вы не хотите красить можно заклеить просто изолентой и все чем красить я бы посоветовал вам использовать вот такие акриловые эмали аэрозоли они бывают абсолютно разных цветов можно выбрать на любой вкус на любое желание очень прочное покрытие дает воды не боится не царапается вот прекрасные эмали ну так же можно и покрасить любыми масляными пентофталевыми красками но вот акриловые эмали на мой взгляд самая лучшая вот такие вот бывают краски тоже вот они вот такие бывают разных производителей разных фирм но по качеству они примерно все одинаковые вот ими и будем красить сначала мы покрасим белым цветом весь воблер покрасим белым цветом дальше брюхо красим ярко оранжевым так а спинку чуть-чуть черным вот что у меня получилось как бы на этом уже можно остановиться но можно еще улучшить окраску хотя это уже совершенно не обязательно но можно попробовать вот так можно взять сеточку капронова прикрепляем один конец закрепляем вот так сетку и пропылим еще серебряной краской и так тимок смотри получился вот такой вот окуневый воблер с очень сильной собственной игрой видишь работает гораздо лучше фирменных он имеет очень активную игру если допустим хочешь чтобы он заныривал глубже можно вот этот лепесточек взять немножко разогнуть отогнуть буквально ну градусов на пять будет тридцать градусов и тогда он будет заныривать гораздо глубже вот если же глубина больше двух метров можно сделать что на поводке сантиметров тридцать поставить грузило весом меньше или таким же весом как сам воблер сильно тяжелая ставить ну не то что нельзя но если поставить что будут частые перехлёсты при это при забросе грузило будет обгонять этот воблер и он как бы будет зацепляться за основную леску если же это поставишь грузило таким же весом как вот этот воблер то они будут лететь одновременно даже воблер будет немножко опережать и никаких перехлёстов не будет ну вот а так как бы рыбачить точно так же как и на простой воблер если же он при игре будет заваливаться куда-то влево или вправо то можно подрегулировать вот этим колечком просто щипцами его взять и отогнуть в ту сторону в которую он заваливается так в общем то регулируются все приманки ну и не исключением является этот ну а так в общем то все желаю всем удачи ну а тебе тимуха в особенности давай бери делай и все будет шикарно но если же допустим он как-то не будет это работать значит вы на первых вот трех этапах на которые я обращал внимание допустили какую-то ошибку либо неправильно сделали вот эту плоскость либо у вас получилось вот это отверстие где проходит проволочка не соосно с лепестком вот на что в самом я начале видео я обращал внимание если же сделали все правильно этот воблер играет просто как бешеный ну ладно всем удачи увидимся и 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